Добрый вечер, коллеги. Меня зовут Евгений Петриченко. Я руковожу отделом мобильных разработок наших компаний. И сегодня я расскажу, как обычно, про мобильную платформу, про новинки, ну и в принципе про Bitrix24, будет некоторый момент, про мобильное приложение. Итак, коллеги, которые смотрят нас в онлайне, могут задавать вопросы, под трансляцией. Мы очень ждем. Итак, продукт мобильное приложение не так давно вышел. Мы долго его развиваем и уже создано несколько инструментов, которые облегчают вам разработку кроссплатформных приложений на нашей платформе. Напомню, чтобы разрабатывать приложение на Bitrix Mobile, вам нужно знать HTML, CSS, JS, PHP. И вы можете разрабатывать приложение под Android выше четвертой версии. И теперь под iOS уже выше седьмой версии. Мы в ближайших релизах отказываемся от шестой версии, потому что процент очень маленький. С помощью нашей платформы вы сможете в основном с помощью браузера строить свои интерфейсы, конфигурировать приложение через конструктор, который доступен в административной части сайта, и тестировать приложение с помощью специального девелоперского приложения, которое доступно в магазинах App Store и Google Play. Сейчас на нашей платформе собрано уже более 160 приложений разных. Это сервисы, магазины, приложения для Bitrix 24, которые работают по REST API и другие. И также доступны NFR-ключи для партнеров. Вы можете делать свои проекты, обкатывать платформу, писать фидбэк, пожелания, предложения и так далее. Так, дальше. Сейчас я расскажу про платформы, в принципе, про iOS, про Android, какие тенденции уже традиционно. В этом году ничего не поменялось, в этом полугодии. Android, как всегда, растет. iOS чуть-чуть падает. Ну как ничего не поменялось? Посмотри, все изменилось. Ну так каждый год. Вот то же самое. Раз, два, три, четыре. А что вообще происходит? Сейчас происходит… Летом андроиды в основном выключают, включают… Ну, судя по всему, тут получается, что в декабре в России все резко начали покупать андроиды. И, соответственно, трафик увеличился с андроид-устройств. Ну, судя по этой статистике, Windows Phone абсолютно не участвует в борьбе. У него как было 2,3% по трафику, так и осталось. И стабильность, да. И это возвращаясь к вопросу о разработке платформы под Windows Phone. То есть пока мы не видим особых причин. Кстати, очень интересный момент. Сегодня утром мне в чат пришла ссылка от Надежды Латышевой. И там была интересная новость, что Windows Phone наконец-то перегнал iOS. Я знаю, как делаются такие новости. Я тоже. Я смеялся очень долго. И наконец-то перегнал, но продажи, тем более от официальных ритейлеров, это не то же самое, что трафик. Поэтому, судя по этой статистике, пользователи Windows Phone в интернет особо не ходят. Это вот по отношению к вашему вопросу. Делать или не делать? Да стоит, наверное, делать, но 2-3%. Это вот такая доля, за которую непонятно вообще бороться или нет. Вот если Windows будут конвертироваться в продажи 100%, да, я согласен. Но они же не будут конвертироваться лучше. Скорее всего, они хуже будут остальных. Есть еще одна статистика, что эта доля в основном набирается очень дешевыми Windows Phone. То есть Microsoft после покупки Nokia выпустил 600-ую серию. Но там на самом деле не только Nokia, еще HTC там есть. Очень-очень бюджетные устройства. То есть есть топовые, но на самом деле основная часть – это недорогие устройства. И как на них зарабатывать вообще непонятно. Ну, соответственно, следующий слайд. Ну, это я так визуализировал, что у нас Android доминирует, как обычно. Следующий слайд у нас распределение по версиям платформ. Тут также не изменилась картина. В основном пользователи iOS имеют на борту своего девайса. В основном это актуальная версия операционной системы. Это облегчает жизнь всем разработчикам под мобильную платформу. Ну и Android с той же самой картиной. Каждая его версия худо-бедно распространяется по девайсам. Ну, не очень все это у них получается. 12% всего 5.0. Версия 4.4 хорошо пошла. И, в общем, для нас это плохо, потому что для кроссплатформных приложений очень важно развитие браузера в платформах. И если последняя версия операционной системы не у всех пользователей, приходится, в общем, как говорится, костылить. Версия Bittrex Mobile 3.5. Это новая версия нашей платформы. На базе… У нас под капотом GSPI и нативный интерфейс. Также, как я уже сказал, у нас есть конструктор, который вы можете конфигурировать внешний вид приложения и изменять его поведение. И, как я уже сказал, мобильное приложение для разработчиков. Все это позволяет вам разрабатывать приложения на нашей платформе. Итак, что у нас нового? Новый нативный интерфейс. Сейчас я расскажу о том, что у нас выйдет в ближайшее время в платформе и что сейчас уже есть. Как вы знаете, приложение Bittrex 24 также делается на платформе Bittrex Mobile. Первые два пункта как раз-таки относятся к Bittrex 24. Это нативная форма ввода сообщений. В последнем релизе мы выпустили нативную форму. Я расскажу, что это такое. Авторизация с нетворком. Авторизация через соцсети и интеграция с Bittrex 24. Локальные уведомления. Ну и обновление старых элементов интерфейса. Теперь немножко подробнее. Что такое интеграция с Bittrex 24. У нас появилась новая форма авторизации. В ней вы можете авторизоваться через логин и пароль Bittrex 24 Network. И получить все порталы, которые привязаны к вашему нетворку. Также вы можете авторизоваться через соцсети. И функционал авторизации через соцсети мы хотим вынести в Bittrex Mobile. Ну как платформенная штука. И вы в своих приложениях можете реализовать такую же авторизацию в ближайшем будущем. Форма создания сообщений. Также новый функционал. Из живой ленты вы можете написать сообщения. Можете прикрепить фотографии. Несколько фотографий. Указать получателей. Указать обращения. И можете редактировать с помощью этой формы это сообщение. Встроенные смайлы есть. Можете прикреплять файл из Bittrex диска. И опять же этот функционал, этот визуальный элемент, так сказать, также будет в платформе в ближайшее время. Локальные уведомления. Это довольно интересная штука. Ее пока никто не видел. Она есть только на наших внутренних версиях. Мы ее обкадываем на нашем КП. Вы можете использовать эти уведомления для работы, например, с сообщениями. Какими-то? Что-то видео заглючило. Необычно у тебя показывается видео. Еще раз. Ну, в общем, поверьте мне на слово. Это отличная штука. Она скоро выйдет. Это, в принципе, нет смысла показывать. Я вам, кто хочет, покажу видео. Там очень хорошие картинки. Давайте посмотрим дальше. По-моему, у нас какая-то техническая проблема. Олег. Все зависло? Внимание. Все? Висим? Все-таки надо Майкрософту стабилизировать, да, версию? Это превью версия, потому что. Начнем сначала. Так, ну, поторопись чуть-чуть. Рестай, рестай. В общем, те самые уведомления, которые я хотел показать. Мы сейчас их используем в мессенджере, чтобы уведомить пользователя о том, чтобы ему пришло какое-то сообщение. Вы можете использовать простейший HTML, использовать более 20 параметров настройки, вставлять картинки и все, что угодно. Здесь вы можете это использовать на свое усмотрение. Допустим, модификацию пользы каком-то событии. Он это получит, может на него нажать, будет обрабатываться дживоскриптовые события, будут работать свайпы. Ну, в общем, довольно-таки гибкий инструмент. Вы будете его использовать в Bittrex Mobile, я думаю, в скором времени. И, наверное, самая важная часть – это новые технологии в нашей платформе. Что хотелось бы представить? Оффлайн-режим в мобильном приложении. Все-таки он будет. И нативный CSS. Сейчас я покажу подробнее, как все это будет работать. Тема оффлайна, опять же, уже сегодня всплывала несколько раз. Буквально, наверное, полчаса назад человек говорил, что нужно сделать оффлайн. Человек в поле или в карьере, где он там находится. И он хочет отправить что-нибудь в оффлайн. Какую-то задачу. И чтобы, когда у него появится интернет, у него все это опубликовалось. Мы долго боролись с этим, потому что не понимали, для чего это нужно делать. Но все-таки решили предоставить определенные решения. Оффлайн в Bittrex Mobile 3.5 будет состоять из двух частей. Будет состоять из двух частей. Это application cache, технология кэширования в хранилище браузера. И локальных ресурсов приложения. Я думаю, что я не буду подробно останавливаться на том, что такое application cache, потому что это технология известная. Большинство современных браузеров поддерживают ее. Я только опишу, как он реализован у нас в нашей платформе. И ресурсы приложения. Это новая возможность. Также опишу дальше. Итак, как включить application cache на вашей странице. Для начала в хедере вашего шаблона вы должны вывести свойства manifest. Это просто вот таким вот кодом. Дальше вы на странице, которую хотите закэшировать удаленно в вашем приложении, должны вызвать код определенного вида. Например, вот такого. Давайте поподробнее рассмотрим, что это за код. Вообще здесь четыре блока, но самое важное это первый. Первый блок, вот эти пять строчек, отправляют в вашу страницу офлайн. Она полностью кэшируется. Если у вас меняется javascript, css, контент, страницы автоматически офлайн кэш сбрасывается и снова записывается у пользователя на устройстве. Вам делать ничего не нужно. Блоки, три блока, в принципе они должны быть знакомы тем людям, которые внедряли сайт с технологией composite. То есть это разметка динамической области. Когда вы размечаете какой-то компонент, например, в данном случае это компонент меню, он не будет кэшироваться на устройстве у пользователя, он будет динамически аяксовым хитом обновлять контент, и, собственно, это ваша динамическая часть страниц. А вообще главное — это первый блок. Локальные типы ресурсов у нас есть. Это HTML-страницы, файлы стилей, javascript, изображения. И эти файлы вы сможете хранить у себя в приложении. Они будут встраиваться в приложение на этапе компиляции, и вы сможете производить офлайн-запуск приложения. Вы можете указывать главную страницу, левую страницу в левом слайдере и страницу в правом меню. Сейчас я продемонстрирую, как все это делается. Опять же, конструктор. Открываем конструктор, и у нас появляется вкладочка «Оффлайн». Здесь вы указываете привязку файла на сервере. В данном случае это «MainHTML». И указываете имя этого ресурса, с которым он будет сохранен в скомпилированном приложении. Сейчас я попытаюсь указать три ресурса для трех страниц. Здесь вы видите настройку страниц. Главная страница, левая и правая. Это стандартный режим работы приложения на нашей платформе. Когда вы добавляете здесь какие-то страницы, они появляются в выпадающем списке. Сейчас я продемонстрирую. Но они автоматически подставляются, потому что я их так назвал. Да что ж такое. Открыть снова. Только не начинайте сначала. Пока ролик бежит далее. Ну, собственно, так и происходит настройка. Когда мы будем собирать приложения, мы все эти файлы скомпилируем, и они будут у вас на устройстве, и вы с помощью специального API сможете их открывать. У нас будет три режима в приложении для запуска в оффлайне. То есть запуск только в оффлайне через оффлайн страницы, через страницы с удаленного сервера, как это сейчас происходит. Или вариант, когда есть интернет, будет загружаться страница с дальнего сервера. Если интернета нет, то тогда страницы будут загружаться, те, которые вы указали в конструкторе. То есть в фоллбек страницы. Обновление набора всех этих файлов будет происходить с сервера. Периодически. Соответственно, когда вы приложение выпустите в Store, вам не придется каждый раз перевыпускать приложение, чтобы обновить набор файлов. Приложение это будет делать за вас, периодически забирая этих набор файлов и подменяя его. Соответственно, вам ничего не нужно делать, просто менять набор. На сервере? На сервере. Ничего делать не нужно. Соответственно, все функции библиотеки Bitrix Mobile, весь API будет доступен на этих страницах. Ну и вторая технология – это нативный CSS. Сейчас мы столкнулись с такой проблемой, что партнеры хотят очень много изменить в нативном дизайне. То есть цвет, шрифт, размер каких-то панелей, не знаю, бордер радиус, что-то в этом роде. Ну и напрашивается CSS, соответственно. И вторая проблема – чтобы все это изменить, нужно перевыпустить приложение. Мы попытались решить эту проблему. Сейчас я покажу, как это делается, если видео запустится. Видео запустилось. Здесь у меня эмулятор. Здесь у нас приложение Bitrix 24. И давайте попробуем его просто взять и задизайнить с помощью удаленного CSS. Вот этот вот стайл CSS лежит на сервере. У него даже есть стиль, цвет вот этой панельки сверху. Я сейчас попытаюсь его поменять и просто пересохранить файлик. В реальном времени теперь у нас меняется нативный дизайн. Нет. Ну как так может быть? Объясни. Не, ну я же должен хотя бы рефреш сделать, страницу. А теперь мы захотим задизайнить, допустим, вот этот вот блок. Это экран загрузки нативный. Чего он так долго грузится? А он специально его показывает, чтобы он всегда висел здесь. Теперь мы попытаемся задизайнить вот этот вот блочок loading. Также указав стиль. В реальном времени он меняется. Ну а теперь сам индикатор загрузки. Ну а теперь можно еще поменять тайтл. И это все происходит в реальном времени. Теперь когда ты мне говоришь, что это долго сделать, я тебе не поверю. Я к нему подхожу, а можно мне вот это? Он говорит, это долго делать. Чего тут долго делать? И так месяц. Даже перегружать не надо. Ну и теперь этот дизайн у вас на всех страницах. Этот файлик стиль.css сохраняется у вас в приложении. И вам не нужно его перевыпускать. Собственно, все просто, казалось бы. Можно? Можно что хочешь сделать? Можно даже вот эту панельку сделать, чтобы она до сюда находила сверху. Твой вопрос. Да, ответ мне. Ну это не ответ. В общем, все просто. Технология просто привязывается. Отдельные селекторы, отдельные идентификаторы стиля привязывают к элементам, которые мы запрограммировали. То есть, допустим, индикатор загрузки, нет, не индикатор, сам вот этот вот экран лоудинга я привязал к стилю loading screen. Вот эти два стиля я привязал к индикатору загрузки. Ну и, соответственно, последний селектор я привязал к тайтлу. Это все просто. Технически я не буду объяснять, как это все происходит, но смысл в том, что вы работаете с нативным интерфейсом, с его дизайном, просто через CSS, и большинство стилей причем поддерживается. Еще одна интересная особенность всего этого будет поддерживаться медиа. То есть, если вы сделаете стиль какой-нибудь для iPad, например, 4, или для Android какого-то, у вас один и тот же файлик будет использоваться для разных девайсов, и приложение будет везде выглядеть по-разному. И даже если вы его повернете, допустим, iPad, в ориентацию landscape, вы также можете специальный стиль для этой ориентации указать. У вас вообще может все поменяться. И все это происходит в реальном времени, опять же. Ну и сам файлик, style CSS, как вы видели, он в реальном времени может обновляться с сервера. Ну, он будет обновляться не так, как я показывал, это деф-режим, но вы можете настроить периодичность. Все просто. Ну и хотелось бы немножко подытожить. У нас будет оффлайн, последняя версия 3.5. Новые параметры в конструкторе, авторизация через соцсети, поддержка 64-битной архитектуры в клиентских приложениях, это для iOS. Новый элемент интерфейса, исправление ошибок, и все это выйдет к осени 2015 года, где-то в серединке. Спасибо. Спасибо большое, Жень. Давайте вопросы. Я, кстати, хотел спросить, может быть, у всех. Вот потихонечку развивается мастер, который внутри управления сайтом. А что, если он будет доработан до состояния, когда вы прям запускаете мастер на этом магазине, выбираете внешний вид, там какие-то параметры, там какие-то параметры, и прям публикуете Android приложение. Для iOS я, в общем, понимаю, что это не так быстро, а вот для Android публикация приложения. Это вообще интересно? Вы это ждете? Android, этот iOS, а вообще оба? Ну, Android, тут нет технической проблемы, на самом деле. Есть проблема во времени. Это будет. Там будет просто кнопка, вы ее нажимаете и получаете ссылку на вашу ПК. Вообще было бы здорово, если бы сразу оно еще ставило на адаптивном дизайне, как там бывает, вылезает, скачайте приложение. У нас есть приложение, скачайте. Если мы еще видим, что он Android идет, то мы ему сразу раз, предложили. Пожалуйста, вопрос. Про нативный CSS есть стандартные интерфейсные штуки типа селективных списков, они по-разному выглядят в разных устройствах. Получается, нативные CSS и на них тоже будет работать. Вообще, вся эта технология, есть очень много аналогов подобной штуки. Например, там, фристайл, например, какой-нибудь, ну, этих CSS, он так и называется для мобильных платформ. То есть сейчас уже это можно будет использовать? Да. Добиться того, что на Android и на iOS селективный список будет выглядеть? Вообще будет, можно абсолютно разный дизайн сделать. Выпадающий меню, выпадашки вот эти с... Ну, когда мы это сделаем, когда я привяжу вот эти все стили, тогда это все будет работать. Все, отлично, спасибо. Пожалуйста, вопросы еще. Вот, сюда. Выдай, пожалуйста, микрофон. Про оффлайн. Я так и не понял, вот сообщение, это можно будет написать по оффлайне? Оно вот найдет потом или нет? Или... Фотка. Ну, вообще, то есть я сейчас говорил больше про возможность. То есть можно, ну, если вот так отвечать на вопрос, можно сделать страницу в оффлайновскую, где реализовать этот функционал, где-то сохранить эту фотку, словить события. Ну, смотри, я хочу, чтобы приложение Bitrix24 чат работало в оффлайне, так? Я открыл, посмотрел историю, написал текст, нажал отправить. Онлайна нет. Ну, запомнить пост, серединировать посты, когда есть онлайн, отправить его. Это сейчас можно сделать. Тогда почему не сделано? Вопрос к Евгению Шеленкову. А что можно сделать? Ты посты умеешь записывать? Шеленков умеет. Чего только не узнаешь на партнерской конференции. Обсудим, как говорит Олег. Так, пожалуйста, вопрос еще. Все? Еще вопрос. Да, пожалуйста. А в онлайне нету? Мне кажется, примерно такой же вопрос, как Сергей сейчас сказал. То есть у нас есть, допустим, приложение, которое что-то записывает в корпортал. И в оффлайне, ну, там, специалист без интернета, он там заполняет какую-то заявку. Потом, когда он приходит, появляется сеть, можно ли сделать так, чтобы то, что он записал, уходило на сервер сейчас или пока нет? Вообще этот вопрос каждый раз звучит. Я на него очень много раз отвечал. Сейчас технологии, которые реализованы в мобильных браузерах, позволяют это делать. То есть там есть события выхода в онлайн, в оффлайн. Там есть NoSQL база IndexedDB. Туда можно записать данные, которые пользователь пытался отправить на сервер в оффлайне и по событию появления сети попытаться эти данные отправить, собственно, на сервере повторно. Это реализуемо путем стандартных средств мобильного браузера. Я думаю, что… Жень, я дослежу, чтобы мы пример показали. За мной, да? Да-да-да. За кем-нибудь. И теперь ты не скажешь, что это долго. Пожалуйста, вопрос. Ну, поэтому… Еще такой же был вопрос. То есть три раза один вопрос задали. Ну что ж, есть? Все? Спасибо большое, Жень. Спасибо за мобильную платформу вообще. И за разработки, и за развитие. Спасибо. Продолжение следует...